друзья привет сегодня суббота как вам субботний вождение он отличается чем-то от будней дней вы знаете когда я раньше работала на таких государственных предприятиях я жила до выходных понедельника до пятницы как белка в колесе рутина ребенка там садик в школу сама на работу что-то готовить делать уроки в общем-то жизнь прям такой знаете белочки жили мы неплохо в общем-то по так скажем материальном плане да там у нас своя квартира была машина но составляла ли это счастье для меня не знаю вы знаете сейчас я работаю дома фрилансер так скажем и буквально несколько месяцев это со мной происходит до до этого я все время на кого-то работала потому что я так зарабатывала хорошо до достаточно денег для моих как бы желаний но то что я не видела жизни это уже второй вопрос а как у вас интересно друзья как вы вообще любите свою работу или тоже живете как я раньше от пятницы до пятницы потому что прям в пятницу хотелось расслабиться как и всем выпить вина и суббота воскресенье там опять тоже выходная рутина сейчас для меня очень классно и важно в том что я работаю дома для меня очень важно именно жить 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 каждую минуту каждый час каждое мгновение своей жизни жить своей жизнью да конечно я вам не скажу что все да в человеческой жизни вот так гладко даже кто-то пришел до осознанной жизни к здоровому питанию как я до к осознанной жизни там для чего я живу на этой планете как нужно относиться к себе к своим близким к окружающим и все равно естественно бывают всевозможные уроки конечно же бывают всевозможные извне раздражители но самое главное понять зачем они к вам приходят проработать это и еще на одну ступеньку вверх подняться ну это так для меня я вам вещаю и как бы делюсь своим опытом то что мне нравится то что происходит сейчас в моей жизни к чему я все это говорю к тому что очень важно для продолжительности жизни человека на земле жить в балансе и в гармонии в телеграм-канале недавно я устраивала опрос что для вас является счастьем и несколько вариантов ответов и один из вариантов был иметь много денег 50 процентов ответила иметь много денег и это классно я не говорю что иметь много денег это плохо нужно быть духовным а нужно быть значит верить в мир не есть животных но денег не иметь нет важно для каждого человека это баланс жить в гармонии посмотрите на многих гениев вообще великих гениев людей до нашей планеты земля чехов жил при коробке чехов тоже неплохо хотел сказать о чайковском жил прекрасно он и родился то не в бедной семье изначально а впоследствии уже ближе к когда его творчество просто развелось реально в такой мировой гений у него и спонсор появился да он прекрасно жил в петербурге у него были помощники то есть он занимался только музыкой но в то время люди не знали еще а вот именно духовности да ну была религия доходили в церковь но как бы храм церковь православная христианская то бишь там мусульманская мечеть то есть религия она как бы нам внушает о том что бойся бога да там вот живи так чтобы не прогневить бога а нет это все перевернуто это все сделано для того чтобы управлять нами чтобы церковь это такой же государственный орган который управляет людьми иначе как справиться до с большим количеством людей а религии настоящие истинно это когда говорится что бог любит вас и когда мы когда люди до жившие прежние времена у них не было интернета они вообще не знали там а там индийских просветителей до высоко духовных людях тибета и прошло и прочее 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 они не знали что вот они проводят вот эту гениальную энергию да знаете что гортся чайковском стив джобс например тоже умер умер от онкологии человек гениальный правда сколько он для человечества принес пользы но эти люди забывали о том чтобы и проводя вот эту гениальную огромную энергию до для того чтобы привести через себя и отдать людям обиде своих талантов да кто-то музыка шикарно гениально кто-то там значит компьютерные программы те которым пользуется весь мир который облегчило вообще до работу людей на цивилизацию да вот эти высокие технологии нас все выше и выше и выше нам помогают дальше жить облегчать наш физический труд так вот это люди не знали что восполнять нужно как нужно управлять этой энергией что не вот все надо впитывать и отдавать не глядя на себя да все время там работая 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 им это нравилось это бесспорно это класс это реально нравится когда идет поток и ты в него как бы в его пропускаешь через себя отдаешь это круто но нужно забывать что ты после того как ты вот поработал а это работа правда ведь написать гениальное произведение там и прочее 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 литературное какое-то произведение это труд и люди дальше дальше хотят снова снова они не умеют управлять этой энергией не умеют отдыхать не слышать свое тело на там внутри нас много до душа там энергия мы и мыслями да иногда мы лежим и думаю я сейчас переделаю то 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 но тело физическое она не может она изнашивается но просто сделано так чтобы она изнашивается а гений не обращает на это внимание и реально заболевает а кто-то раком поджелудочные железы ты очень часто забывали заболевание для бизнесменов кто-то инфаркты до инсульты тело маякует что нужно обратить еще и на себя внимание обращать то есть помимо того что отдавать людям нужно уметь восполнять свою энергию уметь под латать свои как бы раны до телесные для того чтобы дольше прожить и еще больше дать людям и жить-то счастливой жизнью а то получается что гений счастлив только в своем творчестве а в обычной жизни как как у нас правило до принято считать что в творчестве творят они гениальны а в личной жизни у них не получается то нет детей нет любви болезни вот пожалуйста нет а всего лишь навсего нет баланса нет гармонии вообще с научной точки зрения если посмотреть да у нас с вами есть эндокринная система да у человека эндокринная система отвечает за выработку гормонов организма и вот когда у нас с вами в балансе эндокринная система работает когда каждый орган отработал четко и выдал тот гормон который до необходим для спокойной вкусной полноценной счастливой жизни когда они это все отработали хорошо мы живем классно мы здоровы мы счастливы и когда есть где-то какие-то сбои до пережимы в работе этих так скажем железа железа определенные железа которые вырабатывают гормоны и если есть сбои в работе соответственно у нас получается сбой нашей жизни мы болеем и как бы у нас не было много денег и как бы мы не были талантливы не обращая внимание на физику да на физическое здоровье мы с вами долго не проживем и в общем то будем жить борясь с болезнями с точки зрения духовности да если посмотреть да даже это не у духовность это тоже уже перешло в ряд физики что у нас с вами 7 энергетических центров до 7 чакр и каждая чакра между прочим она как раз соответствует железом которые вырабатывает гормоны то есть вы посмотрите как все в природе человеку устроено одно отвечает за другое одно цепляется за другое и поэтому как важно начать жить осознанно чтобы это понимать что мы живем не для того чтобы заработать много денег отдыхать на мальдивах соответственно деньги заработали да мы поехали отдыхать на мальдивы мы купили шикарные автомобили мы купили там прекрасный дом на что там еще нам нужны деньги на какие-то да люксовые брендовые вещи и это очень классно это здорово пользоваться это же тоже все энергии людей все кто придумали красивые автомобили все кто придумал красивые отели на мальдивах кто открыл эти острова до для отдыха все кто делает шикарные вещи брендовые это все тоже огромная энергия люкса она энергии людей в принципе за этим человек то один по сути стоит изначально да кто это идею подала дальше уже он на свою эту идею на свою энергию привлёк много-много других людей энергии вот получается такие великолепные бренды и конечно никто не говорит что плохо тратиться а я тратить много денег да это очень классно все зависит от того насколько ты сейчас расширен проводить эту энергию насколько ты сейчас а живешь осознанной жизнью то ли ты живешь для того чтобы просто хоть какую-то работу на меня тебе надо найти какую-то работу чтобы прокормить семью это так может думать только мужчина потому что мужчина добычек и он изначально чтобы перекрыть да вот именно элементарные какие-то минимальные потребности человека конечно он должен это делать женщина нас с вами так ни в коем случае делать не должна а нас учили да с вами мы поддержка семьи мы должны тоже обязательно работает на заводе женщина вообще она создана для того чтобы послушайте и михаил козинник и многие многие интересные люди из от гору они вам все скажут что женщина существует вообще она рождена для того чтобы быть источником энергии чтобы помогать своему партнеру помогать мужчинам до своей энергии она не должна по сути именно работать в этом понимании до зарабатывать деньги женщина работы должна на той работе которая дает ей тут опять же до вдохновения она должна работать так насколько дал ей бог таланта вот допустим смотрите сейчас очень много мы работаем на кого-то да опять же на этих заводах на предприятиях а если у тебя есть талант вязать красивую игрушку до дома так вот и попробую зарабатывать тем что ты умеешь делать красиво если это твою игрушечку который ты связала берешь и просто нагреет сердце хочет не хочется ее из рук выпускать да эту игрушку это есть талант бывает талант бухгалтера бывает талант бухгалтера человек который любит ковыряться копошиться заниматься деньгами и это очень круто но можно стать частным бухгалтером можно просто оказывать какие-то услуги допустим да бухгалтерские сейчас с приходом интернета как сейчас это было уже сколько лет назад но я вообще просто говорю массовым таким до приходом интернета в жизнь человека мы можем работать на себя любимых особенно женщины особенно женщины мы не должны забывать о том что мы супер творческие супер манки энергетически сильнее мужчин женщина в 16 раз и когда женщина в ресурсе и на семью и на других людей так что живите осознанно будьте здоровы а тем кто не знает с чего начать жить по-другому приглашаю на свой курс счастливая женщина правил твоей вселенной все подробности вы можете прочитать в описании к этому видео желаю вам здоровья счастья удачи пока